Воскресенье 31 марта с 9 до 13 часов в Благовещенске будут отключены электронные табло на автобусных остановках. Информация о следовании маршрутов и времени их прибытия также не будет отображаться в мобильных приложениях. Неудобства пассажирам общественного транспорта придется потерпеть из-за плановых работ на сервере навигационно-информационного центра. О других событиях из жизни областной столицы расскажем после краткого обзора выпуска. Подежки встречают! Мэр Благовещенск Олег Имамеев пообщался с жителями дома, которому предстоит обновление фасада. Порядок время бережет. Для безопасности на дорожных просторах правила сдачи экзаменов на права станут серьезнее. Погиб кому пути? Юные дзюдоисты собрались на дальневосточных соревнованиях отточить мастерство древнего боевого искусства. 49 камер следит за возникновением природных пожаров по всей Амурской области. Губернатор региона Василий Орлов оценил готовность системы мониторинга лесохранитель к горячему сезону. Камеры высокого разрешения, расположенные на вышках, позволяют оперативно получать информацию о возгораниях вблизи населенных пунктов и быстро ликвидировать огонь. С 1 марта умная система зарегистрировала 43 возгорания, из которых 28 палы, остальное сжигание мусора. Кроме того, ведется космомониторинг и авианаблюдение. В случае возгорания самолета высаживаются парашютно-десантные группы, которые тушат огонь. Здесь считаю, что серьезной перспективой в развитии должна стать замена самолетов на беспилотные летательные аппараты. Вы знаете, что в стране утвержден соответствующий национальный проект по развитию беспилотных авиационных систем. Я думаю, что Амурская область в обязательном порядке будет участником именно в этой части. Уже для нас это актуально. Это позволит сэкономить затраты на авиамониторинг и, я уверен, большая эффективность будет от этого. Особое внимание глава региона обратил на работу с собственниками сельскохозяйственных земель, на территории которых возникают палы. Напомним, официально пожароопасный период стартовал в Сершевском, Шамановском и Благовещенском округах, Мазановском, Свободненском районах, городах Свободный, Шамановск и Благовещенск. В Благовещенске обновят учебные корпуса колледжа строительства и ЖКХ, а вместе с ними еще пять административных учреждений. В городе стартовала конкурсная процедура поиска подрядчиков, наставшей традиционным ремонт фасадов, которые в областной столице делают при поддержке правительства и лично губернатора региона. В планах также привести в порядок внешний облик нескольких многоквартирных домов. С жителями одного из них встретился мэр Благовещенска Олег Имамеев. Дом великолепнейший, просто великолепнейший. Вот у нас очень многие попродавали квартиры. Теплые, хорошие, стены прям толстые, все отлично. Но выглядит он, ну не очень сами видите. В доме на Ленина 187 Ирина Николаевна живет все 54 года своей жизни, поэтому как никто радуется тому, что его наконец приведут в порядок. Испортить вид, однако, могут странные изменения, которые внесли владельцы одной из квартир. Вообще не понять, что они хотели сделать из своей квартиры. Бункер какой-то. Там все закрыто, все окна закрыты, они выломлены как-то непонятно. Вот хозяев квартиры нужно будет найти, на своем уме проговорить, чтобы так ремонтировать фасад, ну, чтобы они хотя бы окрас ставили. Всего на предстоящий ремонт потратят 3 миллиона 300 тысяч рублей из областного бюджета на условиях софинансирования с городским. В планах подготовка основания, штукатурка и покраска фасадов в более спокойные цвета. Подключат и ставшую обязательной подсветку. Обсудили будущий ремонт и с предпринимателями. Оформление магазинов на первом этаже разработают в едином стиле. Все магистральные улицы, они являются лицом нашего города, да, поэтому очень хорошо, что администрация эту программу открыла, курирует ее и продвигает. Жителям данных городов, данных домов очень приятно, да, и приятно гостям нашего города и жителям, когда проезжаешь по улицам центральным. Раньше фасады МКД приходилось ремонтировать за счет собственников жилья, но благодаря личной поддержке губернатора и субсидированию областного правительства, с 2021 года привели в порядок лица 16 административных учреждений и 13 многоквартирных домов. В этом году в плане стоят 30 зданий. По многоквартирным домам первоначально у нас сейчас 6 домов и сметы готовятся еще по ряду домов, поэтому по результатам уже просчета уже будем определяться именно по количеству домов, потому что стоимости разные, будем расставлять реалитеты. Обновления в 2024 году ждут не только жилые дома. Ремонт фасадов запланирован в Центре физиологии и патологии дыхания, Политехническом колледже, Втором учебном корпусе медицинской академии, здании жилищной инспекции на Загородной, колледже строительства и ЖКХ и в одном из общежитий БГПУ на Театральной. Кристина Добровольская, Дмитрий Тарасов, программа «Город». Новая экологичная котельная Благовещенска заработает уже в следующем отопительном сезоне. В региональном правительстве обсудили программу газификации Амурской области. В Благовещенске продолжается строительство газораспределительной станции и межпоселкового газопровода. Готовность больше 70%. Кроме того, возводится инфраструктура для дальнейшего подключения к экологичному топливу шести городских котельных и промышленных предприятий. Первый объект – фабрика тепла, которая строится в северном жилом микрорайоне. Ее готовность составляет 90%. Работать она начнет уже в новом отопительном сезоне. В 2025 году к газу подключат котел на Благовещенской ТЭЦ и новую котельную в 524 квартале. К 2026 еще две построят в селе Чигири и в поселке Аэропорт. Транспортная реформа Благовещенска признана одной из лучших практик в России. Проект главам крупных городов в Сколково презентовал мэр Олег Имамеев. Команда управленцев Амурской столицы сейчас проходит обучение в Сколково по программе «Гостеприимные города». В ее рамках на деловом завтраке мэр Благовещенска Олег Имамеев рассказал о транспортной реформе, которую разрабатывали совместно с представителями Сколково и веб.рф. Комплексная схема организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом создана в 2021 году с учетом действующей транспортной сети, подвижного парка, пропускной способности улиц. Благодаря изменениям на маршруты вышли современные автобусы большей вместимости. Все они адаптированы для маломобильных групп населения. Большинство остановочных пунктов оснастили современными павильонами с электронными табло. Ведется работа с перевозчиками. Частникам, на которых жалуются пассажиры, отказывают в сотрудничестве. Благовещенские пенсионеры и многодетные заплатят меньше за проезд по садоводческим маршрутам. Решение о льготе приняли депутаты городской думы на заседании. Мера поддержки касается тех пенсионеров и членов многодетных семей, у кого нет льгот на проезд в общественном транспорте. Билеты на месяц для них будут стоить 350 рублей. Воспользоваться ими можно на садоводческих маршрутах с 1 мая по 20 октября. Мера поддержки традиционная. По прогнозам, в этом году ею воспользуются более тысячи человек. Выпадающие доходы 630 тысяч рублей перевозчикам компенсируют из городского бюджета. Один погиб и четверо пострадали. Смертельное ДТП произошло накануне на 86-м километре трассы Благовещенск-Свободный. Избежать аварий дорожные полицейские пытаются в том числе и путем завинчивания гаек на этапе получения прав. С 1 апреля в силу вступят новые изменения в ПДД. Требования к будущим водителям, особенно иностранным гражданам, ужесточат. В свою очередь, экзамен по вождению сдать будет немного легче. Накануне вступления поправок в силу наша съемочная группа побывала в одной из автошкол и побеседовала с благовещенцами, которых нововведения не пугают. Отсеять – плохой пример и усердно учиться. Только так получится успешно сдать на водительские права. Прежде чем получить допуск к итоговым экзаменам в ГИБДД, курсанты 2,5 месяца черпают теоретические знания и приобретают практические навыки в автошколах. Причина сесть за руль у каждого своя. Муж постоянно в командировках и маленький ребенок. Дачу недавно приобрела. Никому об этом не рассказывайте. Ну, в общем, конечно, мобильность в первую очередь и удобство. В процессе обучения мы узнали, что с 1 апреля вступят в силу поправки в процессе сдачи экзамена в ГИБДД. Но нас это никак не пугает. Мы все сдадим с первого раза. Мы сильная группа, сильная команда. У нас боевой дух. Изменения в законодательстве коснутся не только тех, кто впервые вступил на путь к долгожданной цели, но и учеников, которые завалили итоговый экзамен в ГИБДД. Счастливчикам на тропе исправления удастся избежать некоторых ужесточенных мер. Те, кто сейчас пересдает, у кого есть уже пересдача, какие-то штрафные ошибки, они в апреле смогут пересдать еще один раз. После того, как апрель пройдет, и их пересдача закончится вдруг неуспешно, то с мая уже у них будет полгода, ну, то есть ожидания. Из основных таких тоже интересных изменений, что по новому регламенту за дублирующими педальми может сидеть не только инспектор, но и представитель автошколы, либо инструктор. То есть, собственно, мы возвращаемся к той методике, к тому регламенту, ну, в том виде, в котором он был несколько лет назад. Такая мера поможет курсантам стабилизировать психологическое состояние во время сдачи практического экзамена. Коснуться изменения и иностранных граждан. В случае, если они решат получить водительские права в России, им придется снова пройти обучение в автошколе и сдать экзамены в ГИБДД. Жителям Беларуси документы заменят без экзаменов, как и для тех иностранцев, кто получит российское гражданство. Граждане, получившие российское гражданство, а также вид на жительство до 1 апреля 2024 года, будут обменивать водительское удостоверение на наше национальное российское удостоверение без сдачи экзаменов. Также коснулось и кандидатов водители. Отменены ряд упражнений, точнее заменены. Увеличилось количество штрафных баллов. Если на сегодняшний день количество штрафных баллов составляло 5 баллов, то после 1 апреля 2024 года будет составлять 7 баллов. Все эти поправки в нормативно-правовых актах направлены на сокращение дорожно-транспортных происшествий. Новые правила вступают в силу с 1 апреля. Народный фронт Амурской области готовится отправить очередную партию автомобилей в зону СВО. Общественники приглашают всех неравнодушных присоединиться к акции. Мы готовимся к очередной отправке транспортных средств в зону СВО для наших бойцов. Она состоится в первой половине апреля. Мы приглашаем всех желающих, кто готов отправить транспортные средства, а также мы попробуем максимально распространить эту информацию среди ваших друзей, знакомых, членов общественных организаций. За год представители Народного фронта отправили в зону СВО почти 30 машин. Они переданы бойцам и успешно работают на позициях. Транспорт для передовой передают представители власти, организации и простые жители. К подготовке новой партии приглашают подключиться и автомастерские, которые могут помочь с ремонтом. Перед отправкой все авто наполнят гуманитаркой, поэтому неравнодушные горожане могут передать маскировочные сети, генераторы, бензопилы, шины, инструменты. Подробности можно узнать по номеру, указанному на экране. Точка кипения отметила юбилей. Итоги совместной работы за пять лет подвели в торжественной обстановке. Отметить день рождения, место притяжения инноваций собрались те, кто стоял у истоков его создания, партнеры и гости мероприятия. Заместитель председателя правительства области Павел Пузанов поблагодарил областную библиотеку, в которой располагается точка кипения, за коллаборацию. Отметили и инициаторов проектов, которые проводят здесь свои мероприятия. Одним из знаковых событий на площадке точки стало выездное заседание правительства, которое прошло в 2022 году на площадке точки кипения. К сожалению, не все площадки в стране могут похвастаться и также точки не могут похвастаться столь высоким гостям у себя на площадке. Также в 2022 году наша точка кипения стала лучшей из 181 точки по всей стране. Открытие точки кипения состоялось 28 марта 2019 года. Она стала пятой в ДФО и 23 в стране. За пять лет работы площадка приняла более трех с половиной тысяч мероприятий и больше сотни тысяч участников. Целевая аудитория пространства, молодежь, люди старшего поколения, а также представители бизнеса и общественности. Провести мероприятие или принять в нем участие здесь можно абсолютно бесплатно. Есть точки кипения, открылась в Благовещенске, открылась она одна из первых в библиотеке. И мы видим количество мероприятий, которое прошло, там тоже порядка трех с лишним тысяч. Это тоже одни из самых больших цифр на Дальнем Востоке. Ну и лидер точки кипения Дарья, она стала таким наставником для многих в стране по различным направлениям деятельности точки кипения. Поэтому мне только поздравления так держать. С понедельника в Благовещенске начнется продажа детских путевок на летний отдых. Юных горожан ждут в 17 пришкольных и трех загородных лагерях. В основном школы запустят только первую смену. Четыре образовательных учреждения планируют продлить работу пришкольных лагерей на вторую. Во второй, 12, 13, 16 и 22 школах организуют летний отдых для детей с ОВЗ. Как отмечает городская администрация, купить путевку в пришкольный лагерь в Благовещенске стало проще. За ней можно обратиться в администрацию школы, куда отправится ребенок. Стоимость для детей до 11 лет – 16 450 рублей, старше – 17 550. Отдохнуть в загородных Огоньке и Гагарина обойдется в 45 тысяч рублей. 21 день в энергетике стоит 49,5 тысяч. Напоминаем, что за путевки родители могут получить компенсацию. Подробно о ней расскажут в городском управлении образования. Путь физической силы и духовного развития юным благовещенцам помогает постигать японское боевое искусство. Владение навыками дзюдо юноши до 15 лет демонстрировали в детской легии дальневосточного дивизиона. В рамках ДФО столица Преамурия собрала почти 150 участников из семи регионов страны. Из чего складываются их победы – расскажем в сюжете. Сформировать крепкие внутренние стержни, отточить характер юным спортсменам помогает древнее японское боевое искусство дзюдо. Им благовещенец Виктор Брезгин занимается уже 7 лет. За этот период накопил немало побед, в числе которых первенства города, областные, дальневосточные и всероссийские соревнования, Красноярская лига. За достижениями стоят упорные ежедневные тренировки. Итог определяет внимательное наблюдение за действиями соперника во время спарринга. Первые секунд 20 просто анализируешь его, после этого начинаешь бороться со своей борьбой и контрить его как-то. Я сначала ходила на гимнастику, мне сказали, что мне надо какой-то спорт, либо что-то типа бокса или борьба. Я записался на дзюдо, потому что мой старший брат ходил. Мне нравится в этом спорте красота бросков, потому что есть очень много японцев, которые тоже красиво бросают и хочется тоже стать таким же. Ради участия в соревнованиях Даниил Терентьев преодолел на поезде более полутора тысяч километров, прибыв в столицу Преамурья из-за Байкальского края. Убежден, владение навыками дзюдо может пригодиться в случае самообороны, хотя с таким своей практикой парень еще не сталкивался. Занимается боевым искусством больше половины своей жизни. Я занимаюсь 8 лет, мне очень нравится этот спорт. За 8 лет я изучил много приемов, но основные мои это подхват, это выбивание одной ноги противника и также зацеп. Это можно зашагнуть и подкинуть. Эти приемы помогли мне одержать победу в спаррингах. Я одержал две победы из трех. Проект детской лиги дзюдо «Триумф Энерджи» проходит пятый год подряд. Дальневосточный федеральный округ присоединился к нему два года назад. В этом году в ДФО принимает участие около 150 спортсменов в составе восьми команд, прибывших в Амурскую столицу из семи регионов страны. Количество участников по всей России в рамках проекта составляет почти тысячу спортсменов в возрасте до 15 лет. Детская лига дзюдо «Триумф Энерджи» – это формат командных соревнований, отличается от личных тем, что спортсмены участвуют именно командами. Мы завели в этом году восемь весовых категорий, то есть в рамках одной встречи пробарываются восемь спортсменов. Плюс этого в том, что спортсмен несет ответственность за всю команду. Всегда друг друга поддерживают. Вот это чувство плеча, оно очень важно. Победители дальневосточного дивизиона межрегиональных соревнований детской лиги «Триумф Энерджи» получат путевку в суперфинал. Он состоится в мае на федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае. У тех, кто не успел понаблюдать за эстетикой боевого искусства, есть возможность познакомиться с миром дзюдо на всероссийских соревнованиях в ближайшую субботу. Увлеченные же творчеством смогут насладиться театральными подмостками или наполнить сердце музыкой. О самых ярких событиях этих выходных расскажем в анонсе. В субботу в 10 утра горожан приглашают поддержать благовещенских спортсменов на всероссийских соревнованиях под дзюдо «Юный Амурец». На домашнем турнире участники проявят себя в борьбе со сверстниками из разных регионов ДФО, а также Иркутска и Красноярска. В полдень жителям маховой пади предлагают поупражняться в лепке из глины. Им расскажут о свойствах пластичного материала и научат его укращать. В три часа дня жители Амурской столицы зовут познакомиться с механическими музыкантами. Одноименная выставка в доме Котельникова удивит ценителей прекрасного уникальными экземплярами старинных патефонов и граммофонов. Вечер окутает литературных мистическим туманом бессмертной классики. На сцене Амурского театра драмы перед зрителями предстанет постановка по произведению Михаила Булгакова «Мастера Маргарита» в уникальной современной обработке. Начать воскресное утро с живописи предлагает библиотека «Диалог». В 11.00 жители Амурской столицы смогут написать цветочную картину, а после насладиться чашкой ароматного чая. В два часа дня горожан приглашают в Краевический музей. Прогуляться по тропинкам прошлого и послушать история о родном крае получится на экскурсии по экспозиции «Освоение Преамурья». Любителей творчества закружит водоворот рукоделия. Мастер-класс по изготовлению лоскутной куклы начнется в 14.30 на базе дома Котельникова. Воскресный вечер наполнит сердцам музыкой. Шедевры советских кинофильмов, старинные марши, вальсы и танго прозвучат со сцены городского дома культуры в исполнении духового оркестра. Пожарные Амурского центра ГЗПБ помогли водителю поломанного авто. 28 марта около 9 часов вечера в службу 112 дозвонился мужчина, который сообщил о поломке автомобиля на федеральной трассе в 69 километрах от Тынды. На помощь ему выехали огнеборцы пожарной части номер 22 поселка Соловьевск. Они сопроводили авто до ближайшего места обогрева, кафе, на территории которого находилась мастерская. Это все новости на сегодня. Спасибо, что остаетесь с Городом-24. Хороших вам выходных и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова